ПАРТНЕР ПРОГРАММЫ СЕТЬ АЗС ТРАССА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Про спорт по существу». Сегодня у нас спецвыпуск с конференции «Про спорт». Ведущие Эльна Рогусейнова и Ольга Трубачева. И наш собеседник сегодня Максим Клейман, руководитель компании «Репьюком» в России. Максим, российскому рынку спортивного маркетинга не хватает цифр, нет исследований. Расскажите, что делают наши коллеги в Германии? Ну вот есть один из наших инструментов в России, это рыночное исследование «Спорт СНА», которое у нас в России с 2008 года. Это исследование, которое проходит два раза в год. И для больших компаний оно необходимо, потому что у них часто тоже входит в их стратегию по спонсорству российский рынок. Вот, например, в волне сейчас в ноябре 2013 года, кроме России, еще опрос проходит в 31 стране на всех континентах. И по этой методике и с этим инструментом большие компании или правообладатели получают информацию не только о России, а о всех рынках. Есть тоже медиа-исследование, которое мы делаем в России. Это медиа-исследование российской футбольной премьер-лиги. Есть некий проект, для которого необходимо проводить медиа-исследование в футболе. И это исследование во всех видах средств массовой информации, то есть ТВ, принт и онлайн. Что правообладатели, бренды могут из этого исследования почерпнуть? Отдача от инвестиций, в первую очередь, в присутствии в медиа, через спонсорскую платформу, то есть через, например, футбольный клуб. Но если мы также говорим, например, о правилах финансового фейерплей, то есть рыночная стоимость спонсорских проектов. И в том числе это необходимо, чтобы сделать оценку спонсорского проекта, понимать, какая дача от присутствия в медиа. А в основе лежат исследования телефонные звонки, метод? Есть разные методы, есть онлайн, есть телефонные. В России фейс-то-фейс, в принципе, нет потребности проводить, как в других рынках, например, как Индия. В принципе, это в основном телефонные и онлайн интервью. Но вот если мы говорим про спортзеней, который будет в ноябре и который уже в России с 2008 года, то это телефонные интервью. А каков спрос на такие исследования на российском рынке? Ну, в России нередко говорят, что рекламодатели не очень понимают отдачу от активности в спорте. И иногда принимают эти решения, ну, там, интуитивно, что ли, не нравится этот вид спорта, я там за него болею, либо почему бы не попробовать. То есть не всегда это качественные, так скажем, решения. Мы работаем с несколькими глобальными компаниями, не российскими компаниями, но которые, естественно, занимаются спонсорством в России. Мы работаем и с футбольными клубами, и с… вот недавно подписал контракт с Федерацией, там, где мы тоже, как бы, частично проводим вот такие исследования, и там, где можно принимать участие в эксклюзивной части этого исследования, то есть задавать вопросы, которые связаны вот именно с нашим клиентом. А кому это больше интересно? Спортивному, спортивным функционерам, клубам, лиге, федерации, либо брендам? На данный момент правообладатели, то есть которые, перед которыми стоит задача привлечь инвестиции к себе. Это вот в первую очередь на данный момент наши клиенты. А те показатели, которые вы в своих исследованиях получаете, вообще российский рынок, он дает отдачу рекламодателям? Надо всегда смотреть, какие деньги инвестируются, потому что только тогда можно провести сравнение и сказать, окей, деньги, они того стоят или не стоят. Ну, из вашего опыта, большинство проектов, они эффективны или нет? Если сравнивать, допустим, с рынком Германии. Да. Должен сказать, что, наверное, больше неэффективны, потому что часто в спонсорских контрактах на данный момент завышенная сумма заключается. Просто связано тоже с тем, что рынок спонсорства и спортивного маркетинга по сравнению с другими рынками очень сильно отстает. И часто просто такие моменты, когда в спорте вроде как спонсорство, но это не то спонсорство, которое на немецком рынке или в других рынках. Из-за этого на данный момент много спонсорских проектов в России, они не совсем, скажем, имеют ту отдачу на самом деле, потому что часто инвестируются большие деньги по каким-то политическим причинам, а не по коммерческим причинам. Максим, вы говорили о том, что у компании порядка 20 офисов по всему миру, офисов в России как такового нет, но в то же время вы сейчас сказали, что у российского рынка большие перспективы. А на чем основывается ваше мнение? Почему вы считаете, что он перспективный? Для этого есть много поводов. Россия сходит в страны БРИК. Естественно, большие глобальные компании, они тоже заинтересованы в российском рынке и в спортивном маркетинге, потому что это как бы альтернатива классической рекламы. Это во-первых. Во-вторых, в России будут в следующих годах большие спортивные мероприятия. И, естественно, в рамках этих больших мероприятий мы ожидаем, что будет развитие спортивного маркетинга и спонсорства. Ну и в том числе такие, например, проекты по образованию менеджеров все-таки направлены на то, чтобы эта сфера тоже развивалась. И именно на это тоже мы рассчитываем. А можете сравнить с какой-нибудь другой страной по объему денежных ресурсов, которые в этой сфере вращаются в индустрии? Конкретных чисел назвать не могу. Нет, сравните. Но я просто могу сказать, что разница колоссальная инвестиций в спортивный маркетинг, в спонсорство, если брать Англию или Германию, и российский рынок. И я имею в виду про спонсорство, коммерческое спонсорство, а не спонсорство, которое… Не содержать. Да. И рынок очень расходится по инвестициям в спорт и в спортивную рекламу. Спасибо вам большое за интервью. Мы надеемся, что вы к нам придете еще в ноябре, когда у вас будут результаты очередного исследования в России и расскажете о том, как у нас обстоят дела со спортивным маркетингом. Большое спасибо за приглашение. Гостью программы был Максим Клейман, руководитель компании «Репьюком» в России. Пересмотрите, перечитайте его интервью. Можно также на наших сайтах. Удачи вам и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова